и снова здравствуйте всем привет итак давайте в этом ролике подготовим значит анимации для игрушки уже парные значит как тут все устроено сейчас я вам все это дело покажу мастерсона я закинул значит файл к лошади и значит присоединил значит риг к ригу вот этой лошади получается здесь не миксамовский уже риг а именно я сам вставлял так и сейчас нам понадобится что у лошади взять прыжок давайте посмотрим как все это дело делается так открываем файл как находим где находятся вот эти вот рыжие коня и значит можно на дыбы взять можно еще там какие-то взять анимации видите тут они есть даже торможение с галопом но не нужен значит прыжок давайте прыжок сюда и подключим так единица нам паде смотрим как это все выходит вот получается здесь бег значит с прыжком ну нужен только прыжок получается нужен так 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 вот этот переход и сам прыжок страну как с остановкой вот тут опять же нужно подгадаться будет под ногу так что я больше возьму кадров 105 остальной бег я отключу потому что для игрушки это дело не понадобится так теперь английская а вот это все ликвидируем значит теперь выделяем все анимации так смотрим 1 тоже нормальная так выбираем все анимации правая кнопка мыши делаем копии так н-падите н-панель я сейчас включу скринка с кей ну-ка работает все работает как н-панель можно закрыть значит все скопировали вот лошадь заходим теперь в предыдущий файл где мастерсон сидит уже на лошади но как уставить значит в это дело значит вот эту штуку дам так а ну-ка что-то многовато я тут так как а ну-ка нормально control z так n-панель закрываем и так заходим теперь выбираем полностью рик заходим в пост мод ставим ну давайте на последний кадр какой-нибудь делаем английская а выделяем весь рик и желательно так так-так-так желательно глаза не выбирать давайте глаза выбирать не будем тогда выбираем только не хочу их потом назад вставлять так тройка на нам пади и делаем control и аль g альтер так пардонте аль g альтер так вот у нас разбилась модель вот так она выглядит вот так я вставлял значит выше лошади но на этой же оси персонажа рик как и выбираем теперь только лошадь вот нам понадобится только лошадь и даже не будем наверное трогать вот эту уздечку потому что она настроена под другую уже эту анимацию да и она очень как бы мне пригодится так и вставляем control и английская предыдущие значит анимации выделяем удаляем а вот эти анимации подтягиваем так выставляем сколько кадров у нас здесь будет персонаж это 105 105 кадров enter и смотрим так подходит ли анимация теперь мастерсона к этой анимации значит лошади нифига значит что нужно все это дело переделывать да выходим на какой-нибудь нейтральный файл делаем значит английская а альтер и выбираем вот этого персонажа полностью рик ну и проматываем анимацию чтобы он вернулся назад вот кстати видите сумка как бы без анимации нужно назад прикрепить сейчас тоже будет и все анимации вот этого персонажа нужно удалить за исключением той анимации которая нам больше подходит да так а подходит нам в принципе первая вот это первый кадр делит все удаляем выбираем теперь значит нашего мастерсона выбираем его управляшки ведь я не заменял значит вид костей почему потому что если их заменю и они могут слиться значит с лошадью и будет очень неудобно значит управлять этим делом так g ложим руки сюда мастерсон значит должен такой блатнячий как бы ехать да давайте все это дело подгадаем раз даже можно его немножко как бы вперед наклонить а ну-ка r r поправляем у ноги g чтобы ноги были в стременах смотрим чтобы стремена тоже были как бы ну более-менее нормальный это значит я делаю чисто для как бы для понимания для просмотров да а потом когда будут делаться что-то уже другое то там уже будет как бы все делаться более четко более качественно так ну принципе что для первого кадра принципе нормально а и прописка так теперь нам нужно выбрать косточку управляшки вот этой сумки тройка на нампаде и подвести ее значит к нашей лошади и тоже прописать анимацию чтобы она оставалась на лошади так теперь значит что теперь мы подстраиваемся под саму лошадь да смотрим что она делает и как бы повел бы себя персонаж на этой лошади вот как себя если вы представите то вы поймете да что там бы вас троханула там бы вас потянуло давайте пока пропишем ноги пока они у нас стременах попадают а потом будем уже прописывать что-то уже другое так прописываем ноги потом руки уже будем прописывать и значит g опять прописывать ноги но тут уже их перекручиваем ну как бы ну чтобы соответствовать да вот это вот штукенцы так восьмидесятый кадр видите что наш персонаж очень подошел с творчеством значит к этой штуке к езде и значит что теперь мы значит подгадываем наши опа и подгадываем значит с другой стороны то бишь фронтально где-то можно еще джим там чуть-чуть подогнать когда значит устанавливаем ноги стараемся как бы ловить один момент как бы до пятки вот эта часть за заходить должна в стремена и прописка так теперь нам понадобятся руки выбираем наши руки тройка на нампаде смотрим что они нам дают значит здесь вроде бы он ну нормально да можно приподнять вот он здесь он скачет пускай скачет на сороковом кадре тут он уже должен как бы вот руки вперед положить р их как бы перекрутить и тут он уже должен нагнуться прям прям к лошадью так раз голова его должна смотреть вперед вдруг там поворот так что еще можно здесь придумать так смотрим позвоночную тазовую кость семерка на нампаде можно немножко его как бы докрутить чтобы ну создать ему движение динамику вот эту да так и когда он вверх поднимается он как бы с лошадью да чуть-чуть вот так привстает раз такая штука и чтоб покруче он выглядел как бы руки наверное эти у него руки большие и поэтому не очень дал здесь вот их как бы помещать так теперь что у него должно двинуться должны двинуться ключицы обязательно вот чтобы он такой прям нифига себе так а и прописываем все разом тройка на нампаде смотрим дальше что он происходит в принципе динамика у него нормально да так только он теперь должен в принципе он так и должен идти с лошадью в темпе вниз да так только руки теперь как бы ближе подводятся он бы как как бы натягивает вот эти вот стукенции значит поводья да так и тут он уже должен присесть и как бы назад оттянуться почему потому что ну давление да там как бы должно энергии тянуть как бы на другую сторону седла а лошадь как бы уходит вперед и его как бы замедляет и получается вот этот протяг по седлу так а и прописка так раз ну в принципе чем и вот здесь где он садится смотрите когда лошадь приземляется когда лошадь приземляется персонаж должен немножко как бы выравниться да пусть не сильно но в принципе вы выравниться и поводит натянуть на себя вот так раз груди а и прописка ну в принципе простенько нормально можно конечно еще с вы с таким свои дрожим сделать там с растяжением с перекруткой там чтобы ноги уходили как бы правильно на упор прям со стременами да но я пока этого делать не буду потому что как бы и ваше время задерживать на просмотре я смотрю что просто длинные ролики никто не любит смотреть хотя они более информативные я выбираю именно если ищу какую-то информацию затянутые ролики просто там автор может сказать то что в ускоренном ролике значит бывает он люди пропускают так ну в принципе что простенькая анимация прыжок у нас есть теперь что нам нужно нам нужно теперь подвести вот эти лямки выбираем выбираем вот эти лямки и сейчас будем подводить их к этому к рукам так мы их удаляем середину всегда удаляйте анимации середину у нас есть одинаковые первый и последний кадр для лямок приблизительно и значит работаем от вот этих двух кадров тогда у вас не будет перекруток ломки какой-то да так вот смотрите если сейчас мы можем делать 10 20 30 40 и так далее я сделаю иначе я возьму сразу 50 и подниму 50 сразу к рукам персонажа так посмотрю чтобы ну приблизительно да тут все попало можно отключать вот эту штуку и уже здесь правда вам придется чисто зрительно интуитивно это все дело смотреть да так теперь выбираем куб и в принципе там не будет видно в анимациях да но если вдруг бы как бы да то можно r и поднапряться и подогнать это все дело как был так ввести в руку и за палец да так прописываем а и именно а и полностью выделяем персонаж а потом как бы можно в промежутках работать уже чисто вот видите у нас уже поднялись косточки мы видим их и теперь мы можем работать прописывать только вот эти кости ведь и английская и g и прописка и тут тоже прописка видите насколько это уже облегчило значит подгон если бы я начал с 5 с 10 и пошел бы дальше вот весь этот путь мне пришлось бы каждый кадр значит подгонять а так у меня получается что я работаю на определенной зоне в которой нет дерганий потому что там уже как бы программа прописывает автоматически ну приблизительно где-то возможно неправильно носом как бы точно да вот эти все раскадровки вот теперь я здесь где могу поделить с 50 по 110 из по 105 кадров я могу взять допустим 75 или 80 здесь тоже делаю подгонку прописываю здесь уже можно прописывать только вот эти вот значит кадры принципе ведь они точно как бы попадают тут уже тут насколько уже как бы мне легко как бы я вот сейчас и не напрягся на так если где-то нужно перекручивать там конечно перекручиваем где-то подгоняем где-то смотрим руки большие хорошо что руки большие они перекрывают много некрасивого вида возможно да и в принципе что все подгонка завершена смотрим теперь корректировку ног потому что ноги видите я делал иначе и поэтому вот получается вот этот пляска которую нужно теперь промежуточных кадрах вы видите насколько это затянутся затянуто становится до нежели я сделал бы допустим как вот с лямками из персонажем допустим вот это я не прописываю видите полностью анимацию а если вот здесь я удалю кадр вот видите тут два наложилось это не есть год надо убирать выбираем какой им кадр прописываем а и и вот теперь смотрите еще первый кадр прописываем а и а вот теперь убирают эти вот лапы ног и смотрим ведь у них идет просто подъем вот до этого кадра здесь уже будет попроще значит до 30 я просто тяну вниз потому что поворот и анимация у нее уже прописаны в принципе более-менее правильно да так вот такая штука проверяем чтобы значит где-то что-то они не выскакивали за пределы какого-то кайфа да вот попался кадр интересный вырвало и вот он кадр переходный на другие пойти на другую сторону тут уже вот здесь уже попала тут уже видите что затянуло надо тянуть поправить так тут уже у нас тоже казусы тут уже побольше видите тут и влево и вправо потому что между каждыми кадрами видите тут вот зона 1 вот она вот она одна зона теперь тут другая зона и здесь везде разные прописки и это вот тут это как бы если будете делать следите за вот этой гадостью да и вот считая всю раскадровку пришлось мне переписывать а впереди я только базовые поставил и у меня все выровнялось вот такая разница и когда вы так часто делаете у вас может начаться пляска ног вот видите да вот и она начнется как говорится поэтому давайте вот это вот опять я удалю все кадры пропишем последний а и выберем опять же только базовые 50 у нас прописан выбираем 60 поправочка и 70 поправка 80 поправка тут возможны тоже пляски но уже не такие как на 20 допустим кадрах которые вы будете менять так вот и и сотый так здесь уже джи и смотрим все видите чуть пляска идет на ее как бы можно подгадать вот если посмотреть на последний кадр где проходит вот это вот на стриме и на этот кадр мы увидим что можно сделать shift d и перетащить вот вот этот кадр на сотый вот такая штука тогда мы удаляем предыдущий кадр и у нас вот получается вот это вот три хамудия мы ее значит заполняем еще раз прописываем только вот эти управляющие управляшки удаляем теперь сотый кадр и теперь значит g подводим вот теперь как это центр g пляска есть потому что движение ну уже как бы более как бы точно да так а ну-ка g тут уже ловим центр так тут у нас тоже немножечко повелло тут что у нас тоже немножко сбоя тут у нас уже нормально как его там уже об она так 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 удаляем и подгоняем уже с удаленным кадром и прописываем его центра так вот он еще д удаляем кадр и прописываем его центра тогда он должен пойматься да так тут уже он пойман ускакал в бок не вопрос так вот эти кадры теперь два можно ликвидировать и прописать по центру вон ну так уже более-менее еще раз просматриваем где чего как значит вот здесь вот можно еще как бы приподнять так а тут можно как бы припустить так ну и вот такой получается у нас как бы анимешин да так так теперь вот что у нас по ключицам смотрим где они расслаблены здесь они вот с локтями видите поднимаются потом они опускаются и получается что вот эти вот ключицы здесь должны как бы расслабиться оп 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 описываем их и английская и тут уже все как бы нормально ну спереди будет смотреться изумительно возможно в приземлении тут побольше нужно динамики да но это уже как бы смотрим по обстановке а ну ка р голова уходит тогда вниз а и у нас должно хватать вот когда мы что-то делаем значит для как бы объяснить когда создается зацикленность то должны попадать вот эти вот расстояния для количества вот этого действия чтобы он как бы вернулся назад мягко а не рывком вот видите что да он как приземляется как бы сначала идет вслед с лошади потом он как бы приземляется и уходит назад чтобы не упасть через голову лошади и потом когда лошадь начинает бежать он опять прижимается к лошади по идее вот такая штука должна быть вот ее можно еще как был здесь вот раз там побольше его прижать английская и тогда здесь он чуть-чуть с лошадью вот видите здесь не одинаковые кадры первые и последний и поэтому здесь можно допустить сделать разные анимации вот смотрите главное чтобы мягкий был переход прокручиваем вот видите раз оп рывок получился у нас а рывок получается из-за чего из-за того что здесь персонаж значит опустим опущен ниже а здесь вот значит он уже как бы оказывается выше этого делать тоже как бы не надо надо его чуть-чуть еще прижать к лошади и тогда должен он как бы держать вот эту рамку да так вот здесь идет дергание ноги нога дергается на переходе оп вот здесь где то ну-ка проверяем вот она здесь у нас дернулась нога значит два кадра делит не надо их стараться как бы отшлифовать они будут получаться еще хуже и хуже лучше тогда их переписать вот раз 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 тут натяжка и сороковой поправляем все вот она уже дергание значит исчезла здесь вот можно еще значит таз как бы приподнять побольше ну персонаж не стандартный если его выше поднимать будут ломаться рамки лучше тогда акцент сделать на как бы правильность руки да так вот здесь вот можно r g как бы побольше угол сделать тогда раз мы поменяли угол я вот эту руку полностью отсюда удалю и желательно отсюда тоже видите видите ее теперь будет задирать нужно переписать вот этот кадр вот эти будет ломать так тогда эту тоже делит а ну-ка 50 находим и прописываем заново да так я вот не хочу чтобы она тут переломана была так и больше прикрывала как бы вот этот ремень оп и в бок чтобы угол был такой прикольный повыше а и прописка середины выбираем опять же кости и смотрим так ну тут уже все она попадает а вот здесь в одном кадре вот она ушла так теперь делаем 80 а и прописка выбираем опять же руку и смотрим где у нас ремень а и ну вот как бы нормально нормально динамика есть локти идут вперед лошадь прыгает все зашибись так ладно пойдет сохраняем этот файл файл сейф а сохраняю в папку как бы игровую до для проб вот этой игрушки и этого ресурса так анимации это это значит у нас голуб рыжий голуб а не это прыжок прыжок сохраняем но теперь нам нужно для игрушки фабрикс файл как это все дело сделать это все по прошлым роликам нам нужно запомнить вот эти все прописки значит английская а выбираем заходим в пост файл анимейшин и находим баг акцию выставляем онлайн селект инвизион кейнг и вот этот овы короче переведете сами так и вот этот ставим object и жмем окей ждем видите что все кадры прописались автоматом так теперь нам нужно именно отсюда можно сохранять файл экспорт vbx прям с пост мод на рабочий стол для проверки да это значит ну пусть будет прыжок и сохраняем пока ничего не закрываем ничего нужно проверить правильность получившегося вот этого результата сейчас давайте это дело все посмотрим значит заходим теперь в object mode и сюда файл импорт vbx закидываем вот этого прыжок вот этого прыжок так выбираем move и вытягиваем его в бок все получилось все детали на месте теперь заходим в файл new general новое вот это значит новый файл удаляем все ненужное и сюда файл импорт vbx вот этот файл прыжка закидываем так что еще нужно сделать нужно теперь выбрать и вот эти вот значит как их называют кейнги вот эти или как их там вот эти вот управляшки которые изменялись да на сферы на цилиндры на кубы их нужно выбрать и ликвидировать пробел нажимаем лошадь возвращается назад и вот именно вот эта часть нам нужна для сохранения так ставим там на первый кадр или по барабану и сохраняем файл экспорт vbx но уже в папку с игрой находим игра deadwood анимации в игру это будет прыжок так ну вот такая подготовка сейчас пойдем значит в этот в другую значит прогу вот это какого блендера для игрушки а п ап гд его почему проще назвали бы да там game engine просто как бы вот эту вот часть назвали бы не блендер а гд а game engine все итак давайте теперь заходим в game engine вот такая значит тут локация и вот такие значит анимации по прошлым роликам вы можете точно так же это все подключить как я показывал в предыдущих двух роликах значит через камеру давайте будем смотреть подключаем все текстуры которых видите нет нажимаем файл export date find messing находим папку где у нас все вот эти текстуры и нажимаем все подключаем но автоматом нужно это дело все пересохранить потому что если вы зайдете в следующий раз не сохранившись то у вас вот этих текстур опять не будет когда это происходит это происходит когда файл поменял свое место и значит не найдет пути где он раньше брал вот эти текстуры так ну погнали посмотрим как это все работает п английское нажимаем камера у нас работает и немножко походим это вот на w у меня стоит походка так так теперь у меня стоит вот эта штука удар и значит самое интересное это голуб w shift вот такая штукенция и он может аж в гору туда ускакивать смотрите и он прям на гору пойдет сейчас покажу почему а потом в следующем ролике объясню как это дело настроить я очень долго значит с этим помучился видите он аж в гору поскакал надеюсь видно так теперь sk выходим из игровой этой штукенции и нам понадобится подключить теперь прыжок как это делать заходим значит в дропшит по прошлым роликам выбираем рик вот и сюда закидываем файл импорт fbx находим папку где у нас находится вот этот прыжок прыжок и ждем немножко потому что здесь модели я значит облегчил сетку а у той модели немножко сетка повыше будет полигонаж и плюс сюда я закинул значит локацию закинул вот эту вот как бы город да так теперь у нас есть вот эта штукенция здесь все по другому потому что кости уже частично ну как же не миксамовский короче и пишем вот первую вот эту шкалу находим пишем прыжок enter можно на английском но я где по-английски где просто английскими буквами пишу чтоб понимать так теперь прыжок то есть но у нас другие кости выскочили сейчас покажу опять же блендер файл находим акцию и видите это арматура внизу значит вот это вот это локации это дома там вот эта вся штука а вот это арматура здесь у нас значит нужно это все дело удалить вот эту это лишнее delete правая кнопка мыши delete так а вот это уже wind это уже дома так walk set тэн 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 и почему-то прыжок не появился так а ну-ка давайте посмотрим а удалим теперь вот этого персонажа нафиг зайдем выберем рик основного персонажа и посмотрим где у нас тут вот bot reds run seat walk прыжок аж внизу вот он вот он есть так давайте тут я поставлю на walk здесь выходим назад нажимаем view layer и возвращаем окно если нужно вам вот это так смотрим сразу сколько у нас тут 33 и значит а значит у нас прыжок у нас 106 кадров вот такая штука значит заходим теперь в логистику и нужно на рик на рик сказать что как когда будет прыжок включаться да на какую клавишу выбираем key board это клавиатура и прыжок пускай будет на пробел нажимаем вот эту клавишу где вот вот это key ключ она посинела и нажимаем клавишу пробел она поняла что это будет пробел значит да отвечать за нее так теперь нам нужно что сказать нам нужно сказать что вот этот пробел включает у нас значит какую анимацию находим акцион находим анимацию вот этот вот прыжок и ставим 108 кадров да 108 кадров enter соединяем эту делаем связь здесь в принципе все теперь нам нужно зайти вот в эту штукенцию значит в бокс нажать пробел так п английскую нажимаем пробел и видите он прыгает если мы будем ехать и потом попробуем прыгнуть то не получится значит нужно нам изменить эту штуку на W пробел значит опять же заходим в настройки рига и находим здесь ставим W а здесь ставим пробел потому что у нас настройка идет на W shift это значит голоб а W пробел будет прыжок только ну так вот пока да такой вариант значит опять же заходим куда мы заходим так вот так поставим внешний вид чуть в бок можно тянуть P английская ждем и теперь вот смотрите он идет 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 и хлоп не прыгает а вот такая штука почему потому что потому что надо на бокс вот этот вот поставить значит кейборд назначить опять же W опять же пробел и поставить теперь значит моциум вот это моциум и прыгать он будет значит минус 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 0.0 давайте 5 enter скорость его будет соединим проверяем прав ли я так тут соединено тут соединено и ставим так еще нужно в риге в риге поставить не play а поставить loop стоп вот эту клавишу play это проигрывает постоянную анимацию это остановлю как он loop стоп но при остановке короче это все дело заканчивается а ну-ка P английская W оп и он не прыгает а вот прыгает но у него маленькая скорость да и длинная анимация длинная анимация значит давайте зайдем дроп вот так вот с этого момента зайдем пост мод английская а удалим какие-то кадры передвинем это все G вперед все равно как бы многовато получается да но приземление нам нужно по по любасу потому что он с приземлением пойдет в эту в бег что можно здесь вырезать в принципе и тут вырезать уже ничего нельзя потому что это будет некрасивый толчок 75 да ну хотя бы так давайте попробуем зайдем в loop и 75 поставим enter тогда может быть еще нужно прибавить больше скорости так вот бокс бокс плоховато выбираться стал а это пардонки туплю это значит я был в пост мод так а здесь ага тут не поставилась значит ставим так а давайте поставим единицу чтобы это был быстрый прыжок да а ну-ка тогда п а и на минус выйдем просто в эту сторону у нас минус а назад у нас плюс вот по этой штукенции где значит y написано это плюсовая а вот это вот где просто зеленые синие красные пустоты колесики это минуса и в каком направлении это все дело значит если в сторону вот этого y или этого x то это получается плюс а если в сторону сюда то это y минус так минус 10 а ну-ка проверяем может даже еще придется больше поставить так а ну-ка ск тройка так а ну-ка вот так вот поставим а понятно нужно еще подкорректировать анимацию заходим дропшет находим прыжок и уменьшаем прям еще больше прыжок да здесь вот у него полет здесь у него приземление и в принципе где он приземляется тут можно перейти уже на походку а здесь короче где он бежит тот поднимается то он там может с походки перейти да а а ну-ка вот так если удалим а ну-ка вот так если удалим и значит g передвинем зайдем допустим по тут еще какой-то разрыв а это полет да о так а ну-ка g поближе так тут и вот это английская а а ну-ка попробуем g зайдем пост мод и значит английская а выберем вот эти все кадры и сделаем с чтобы это было шиздец как быстро да ну давайте на 25 поставим object not заходим в логистику ставим 25 выбираем бокс а ну-ка ну пусть пока 10 да p w и оп а надо зажимать вот эту штуку вот он несется несется и опа она прыгает нормально нормалек так а как он значит с прыжка а ну-ка p да перейдет набег тут еще в чем вся фишка смотрите когда вот значит вот он идет 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 потом он начинает бежать и я бросаю допустим клавиши видите он остается на месте вот в такой позиции пока я не нажму w чтоб он перешел на валк или вот вот такая штука пока не прыгнет да вот надо тоже эти настройки значит поглядеть и под настроить вот здесь вот где-то это должно быть или значит какая штука это может быть в анимациях нужно делать переходы и покоя получается первый и последний кадр должен соответствовать как лошадь допустим стоит и тогда с позы как бы он останавливается на конечном кадре и переходит тогда мягко уже значит на бег тоже спокоя как бы да ну как бы такая штукенция так ну вот это уже тоже как бы результат если бы вот эта штука была где-то лет семь назад и значит она осталась бы в блендер я бы наверное уже в ней нормально соображал ну то что многое забылось я вот пересмотрел свои ролики они все кстати актуальны вы можете их посмотреть про танки game engine там одиннадцать роликов и все что там есть все можно сюда значит то же самое настроить это и порталы и столкновения и так далее так ну такой результат надеюсь вам будет понятно да как это все дело происходит как это все настраиваться теперь значит следующий ролик будет как поднимать оружие потом еще будет вот про этот бокс как вот этот бокс настроить на что смотрите физика настроена у него на характер если вы будете настраивать на характер то у вас возникнут кое-какие проблемы для чего этот характер нужен это нужно для того чтобы вот этот наш персонаж мог подниматься по предметам давайте я сейчас покажу как это все дело работает значит вот он идет 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 и вот он добегает допустим до какой-нибудь лестницы и вот он должен как бы по лестнице подняться да там на какой-то выступ так это нужно наверно уже камеру да сейчас эта штука должна уже через камеру работать это значит ноль на нампаде открываем камеру шифт ее базовая перекручиваем переводим значит за нашего персонажа вот так вот и вот смотря в камеру теперь нажимаем английская п и можем теперь как бы зайти в игровой движок видите ну чем не мульфин да так и вот персонаж у нас тын-тын-тын-тын-тын и вот он проскакивает врезается видите там сейчас покажу что-то не срабатывает а ну-ка что это такое а там наверное ноу коллизия стоит смотрим где коллизия стоит на каком-то на зданиях я отключал значит эту коллизию но коллизия значит тут на бугре на бугре вот этом стоит на гору видите он поднимается не проваливается он в гору может скакать значит и может подниматься по лестницам вчера он у меня значит по лестнице этой поднимался на крышу сейчас посмотрим что у нас не так видите он проходит мимо SK нажимаем находим вот это здание и смотрим на стойку вот ноу коллизия ставим статика так смотрим на статику сколько у него угол подъема у нас вот этого персонажа на боксе стоит 90 градусов видите можно его уменьшать больше меньше делать для чего этот градус нужен п английская для того чтобы наш персонаж мог значит высоту подъема вот эту контролировать видите оп и он пошел он пошел наверх на лестницу так вот также он может подняться на крышу так ск 0 на нам падим п английская и давайте на крышу залезем видите и вот теперь он может подниматься по ступенькам там еще куда-нибудь там на крышу опа на это вот 90 градусов видите он по стенке 90 градусов залез на крышу если мы уменьшим он уже на крышу не сможет залезть так ну это понятно да а если вы переключите бокс на статику это будет проще да то же самое он будет работать но у него будет какая штука смотрите так тут я наверное уже не через камеру а так покажу здесь он будет проваливаться он на гору уже на эту вот на эту возвышенность не поднимется так это п английская он просто в нее зароется ну так вот двигаться он будет вот допустим видите где-то яма где-то бугор и в принципе вот ноги лошади проваливаются и это не есть гуд как бы да вот вот видите да ноги лошади утонули в песке ну на статике статика хорошо ходит по площади вот этой ровной по полигону допустим если у вас игрушка ровная то статика нормальная если вот для таких то нужно ставить обязательно характер этот и этот характер очень такой капризный получается у меня еле подключился ну в ролике в смысле все объясню все всем пока до свидания а